Такой хитрый способ в версии 2. Когда было наоборот, тогда отревлялось, вот это так нехорошо было. И вот в чём-то теперь как бы нехорошко стало, вот в эту сторону вниз. Сейчас он как бы хорошо идёт, вот тут если бы хорошо прунжинит, а если не назад, то почти не спрунжинит. И тут фишка в том, что на сзади она ещё хорошо прунжинила. Нужно вот что бы. Не знаю, видно. Нужно вот что бы, вот эти палки, они были подальше, вот тут где-то. И чтоб этот вот цеплялся. Серединка вот эта вот, она не тут вот была. Чтоб она была больше смещена вот в эту сторону. Он тогда бы, если назад давился, тогда бы он давился бы тоже, вот на эту сторону бы давился. А так он, когда назад давится, как бы тяжесть идёт вот так и так, и давится как бы то самое, что тут центр тяжести создаётся, и она почти не спрунжинит. А если вот этот был бы смещён, вот тут вот, вот эти вот, они были бы больше взад смещены, как бы. Но есть такие сидения, которые, в которых эти по длине, как бы, и можно регулировать. Вот вперёд их или назад. И вот нужно тут смещить их больше взад. Вот тут они, у меня уже как бы не было места, они там расходятся сильно, и он как бы не залазил. И поэтому тут сделала так, можно было бы, если сделать вот тут их сместить далеко взад. И тогда бы и впереди хорошо пронжинило, и сзади. Впереди всё равно лучше было бы пронжинило. Пронжинило бы, но и сзади тогда бы хорошо пронжинило. Так, как бы, мой вес лёгкий, и как бы не охвата самая большая. Не хватает, чтобы сам, ну и сам последняя. Ещё думал, ещё можно тут в ту сторону подогнать. Подумал ещё тут что-то, ну пока первый раз пусть будет так, потом может на будущее сделала. Подогнать подальше в ту сторону, но для пера делу уже немножко. Может и слишком сильно она пронжина в этом месте. А сзади слишком слаб. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Пронжина. Вот так. Вот так. Так. Если мы это всё вот тут, допустим, сместим, тогда зад бы хорошо пронженил, но перед не было бы так, чтобы перед бы и вообще-то очень сильно пронженил. Может, это и ничего не даёт, это смещение, и тут, и тут. В общем, на сзади обычно стоят пронжины, тут такие большие на сиденьях и зад бы на этих пронжинах пронжинил, а тут, если слишком сильно можно немножко вот этот инус, чтобы впереди слишком сильно не пронжинил, то обычно сзади пронжины большие стоят пронжины, а впереди вообще ничего не стоят, вообще никакой пронжинь, ничего не пронжинит. Но я попробовал на пронжине штыре, так он тоже неплохо пронжинит, работает, отрабатывает, только его смазать надо. Вот это единственная проблема, что его нужно смазывать, там должно быть всё герметично, и поэтому я смазывала и изолентой замотала, чтобы там не попало ничем. И он расколебался, если бы, ну и потом вот так в стороны вертится он немножко. Если бы не эти вот расколебания и не эти смазывания, а то иногда, когда езжу по траве, по кочкам, чувствуется, как он всё поглощает очень хорошо. И он как бы отпрыгивает, он до конца потом упирается об стенку и не может как бы отпрыгивать очень сильно. Вот пронжининые, они могут, эта пронжина, она может как бы сильно отпрыгнуть, и это как бы хуже, она там будет больше, она как бы хуже, когда отпрыгивает. Лучше бы тут был какой-то ограничитель, чтобы не давал ей на какого-то предела отпрыгнуть. Тут она вообще-то может и не очень сильно отпрыгивает, но когда на сзади есть пронжины, и они как бы без никаких ограничителей, получше сидение, имеют ограничители. не внизу такие пронжинки, там винтики стоят, а когда очень простое сидение, без никаких ограничителей, и тогда они так подбрасывают очень сильно, и так мне очень приятно на таких пронжинах ехать. так что этот штырь, он очень мне понравился, как он отрабатывает эти все неровности, но только вот эта смазка и вес, наверное, еще его такой около килограмма весит, или 500 грамм. Этот, кажется, 250 грамм весит или 500, уже не помню. Это вся конструкция. вот я нажимаю назад, он вообще никак не изгибается, не хочет пронжинить. вот тут электро велосипед, тут аккумулятор контроля. я тут проехал не на полностью заряженном аккумуляторе, 8 ампер часов 36 вольт. я, по-моему, даже где-то 10 километров не проехал, не надо разрядить, но там как бы он был не полностью заряженный, еще была такая крутая гора, и давление малое было в шинах, потому что на холоде теперь они как бы чувствуется, что нормально, но когда на улице тогда холодно, и они сдуваются, воздух сжимается, и тогда они вообще мягкие становятся. Я когда ехал, я так в какой-то стукнулся на скорой, в какой-то острый такой угол, и он вообще такой, казалось, что он достал вот этой, этого обода, то есть как бы змейный вкус называемый. Получилось. А если слишком сильно надуться, тогда тоже очень как бы слабо, очень вообще не амортизирует, и очень сильные удары, и они, я думаю, могут повредить там подшипники, спицы повредить, обод повредить, там они же от ударов, то все может искривиться, и это получится там восьмерки. Поэтому я подумал, что нужно тут побольше тишины, чтобы по ней помягче ездил, тут все равно тут ехал у меня где-то, но они немножко спущены, где-то 25 километров, 24 там, ну, смотря так, такой уклон, как дорога. Это где-то 25-24, ну, хватит, это не полностью заряженный аккумулятор, но полностью заряженными, и на хорошо надутых шумах он бы ехал бы на ровной дороге, где-то 30 км в час, может. Ну, его холостые обороты где-то 34-33, такой бы, где-то на 5-10 процентов ехал бы на меньшую скорость, полностью заряженную. А так тут давление слабо. Еще вот переделал тормоз передний, вот, тут вот отрезал часть провода, потом такой сперва отрезал, потом оказалось, что нужно еще резать еще вот такой отрезал, слишком, был очень длинный передний тормоз, он тут ни к чему был, он только замедлял торможение, так он, а так он очень короткий, очень легко отрабатывает торможение, раньше он было трудно нажимать, он как бы, так нажмешь, и он потом медленно опускается, иногда даже так не отпускалось. И вот тут такой длинный был. И там еще, вот тут еще было немножко порезано, там внутри пришлось немножко отмотать проволоки, и потом я где-то вот до сюда отмотал ее, вот она вот там, и вот тут и отрезал, потому что она там порезалась, и она там как бы зацеплялась, и нужно было отмотать, она тут где-то немножко отрезана, но она там ни за что вроде бы особо не цепляется нормально все. вот тут вот такой короткий, можно было бы еще коротко сделать, вроде бы нормально, потому что немножко нужно ставить, как бы избавиться и от лишнего веса, и от лишнего, раньше он такой длинный был, и тут и не мешал тут воздухосопротивление, в общем, от всяких неудобств остался. Вот еще остался на какой-нибудь еще тормоз, можно применить только, тут нужно эту, тут заварен конец, тут я как-то отрезался ровненько, и тут нужно, чтобы для тормоза применить еще такую, какую-то болванку приварить, но я думал винтиком прикрутить, не подумал, потому что винтиком это ненадежно будет, отказался от этой идеи. В общем, мы тут тормоза для 26-х, они предназначены. А я вставил, купил 28-е колесо, думал, чтоб 28-е оно будет лучше наезжать на всякие неровности, как бы меньше там трястись, лучше все будет, быстрее, лучше накат будет. У меня как раз крыло было на 28-е, думал, все как раз подойдет. Ну, нехороший в том, в этом 28-ом, что тормоза теперь вот, они кривые. А я посмотрел других мнений, они говорят, что у них эти колодки изнашиваются быстро. Если я буду тормозить, так вот эта часть износится быстро, потом их нужно будет обвернуть вверх ногами, потом и та износится, и все, и как бы нужно будет менять. Либо переставить назад, а позади тут поставить, как бы больше проблем менять тут еще. В общем, больше обслуживания добавится проблем, и тут как бы может не так безопасно. Хотя у меня, я еще не один раз ни на одном велосипеде не менял эти колодки, потому что я вот сам не такой уж тяжелый, и я когда езжу, когда нужно будет тормозить там с какой-то горки, тогда я отпускаю как бы газ, и он сам постепенно расслабляется, либо если вижу, что будет там вероятность светофора, тогда тоже отпускаю скорость, и он сам докачивается до счета светофора. Почти там ничего не надо тормозить, но на электрических они тяжелее, и как бы там хочется побыстрее, а не хочется там на накатис, потому что на светофора доехала, хочется быстро до него доехать, и если зеленый засветить, то снова сразу ехать, поэтому можно так и быстрее сносить тормоза. И вот как говорил, тут должно быть сильное давление, иначе он получает эти... до этого доходит, а если сильно надуться, тогда опыт и доходит, тогда он становится, колесо очень жесткое, и может поломать тут подшипники, там мотор поломать. Я так думаю, я вообще когда чувствую, что он так очень жестко бьет, если перекидываю тяжесть на руль, наклоняюсь, и вес тяжести своего тела перекидываю на руль, тогда чувствую, как он очень сильно по рукам бьет, очень жестко становится, потому что амортинизации тут нет. И третья проблема еще, что теперь он поднялась вверх, передний, перед поднялся велосипед, теперь ножку если поставить, он уже не стоит. Очень много проблем сделалось. Зато бы было на 26 было бы поменьше скорость, я думаю, тут побольше. Тут где-то 32, может на 30 разогнаться, а на 26 было бы поменьше на 25 каких, но вообще-то я бы на 26 я бы поставил побольше шину, и она как бы была бы лучше. И вот еще, в чем негативная сторона 20, то есть 700c покрышки в том, что, это 28 по сути, в том, что еще воздухосопротивление поднимается, потому что я как бы выше сижу. И еще причина одна, что эта рама, я и сам такой достаточно невысокий, и мне, как бы, чтоб надеть ногу, мне труднее опять становится ногу надеть. Мне и раньше было трудновато так надевать, потому что это достаточно высокая, а теперь еще труднее становится. У меня другой велосипед, вот тут-то я могу вот так ехать на одном педале, вот так, в этом боку вот так стоять, а потом пересесть на сиденье, перекинуть ноги и сразу, и не надо слазиться, на этом мне это сделать трудно. Это легче слезть и потом нормальным сесть и поехать. Главная причина это, что все-таки тут нужно, чтоб помягче он амортизировал, и нужно, чтобы было бы потолще покрышкой, и она как бы лучше поглощала удар, и чтоб она была не так сильно накачана, но накат был одинаков, потому что я попробовал, тут на больших скоростях все равно вряд ли поездишь на каких-то 35 километров, ну, на своей силой, потому-то. Главное это было, чтоб были широкие покрышки, чтоб они хорошо впитывали удары, и накат их не терялось. От воздухосопротивления между широкой и тонкой на таких скоростях, как 25 километров в час, тут она очень мизерна. Вот была бы такая покрыша, она хоть бы была немножко меньше, но от того, что было бы меньше воздухосопротивления, это бы, как бы, думаю, компенсировало то, что, может быть, на ней был бы немножко хуже накат по неровной дороге. По ровной дороге, я думаю, там практически одинаковые по неровной, от того, что тут больше диаметра, думаю, был бы немножко лучше накат на этой. Вот тут только один плюс ест. Что? Этот блотник я идеально подогнал его, и он там очень будет хорошо защищать от грязи. Там зазор очень маленький между вот этими блотниками и этой подкрышкой. Тут уже больше будет уже трудно засунуть покрышкой. Очень там точно залезло и будет очень хорошо от болота защищать. Но я все равно от того, что она очень жесткая, не рассчитываю. Но если перевести вес тела на сиденье, тогда эти удары передом, тогда они как бы не ощущаются. Но если попробовать сделать аэродинамическую форму и как бы наклониться и вес на руль перенести, тогда очень сильно не ощущается. Я все-таки подумал, и может, когда износится эта покрышка, я сниму вот этот блотник и подставлю побольше покрышкой. Лучше там все равно, думаю, особо не буду я ездить по лужам какие-то и в дождливую погоду. И тут вот тем более будет защищать от болота вот этот все рюкзак. Думаю, лучше поставить вот пошире покрышку, тут вот места еще предостаточно. Если вот этот блотник снять, можно достаточно и широкую еще поставить. Вот этот велосипед стоил с туалитов, это такая как-то акция была. Так, это где-то на евро перевести, где-то получается 30 евро. Где-то в 2010 или 2009 году покупался. Теперь смотрю, подорожали велосипеды. Это, видимо, курс евро поднялся или упустился. Ну, как-то теперь уже за 200 евро в купить раньше бы это дорого бы стоило, а теперь это так, норма как бы. То есть телефоны всякие, они дешевеют, а велосипеды никак не дешевеют и дорожают. И вот тут была личная проблема, что тут все трещело. И я уже давно, несколько лет назад поставил тут кассету, и она немножко меньше по диаметру, чем было раньше. Тут раньше были вот так здесь длиннее, с одной и в двой стороны пенда. Теперь они поуже, потому что кассета как бы поуже. Но вот я так специально такую хотел, потому что тогда как бы давление становится больше на центр, и там подшипники будут не так сильно переключены. На них не такая большая нагрузка будет на подшипники. Как бы, как лучше. Но пока вот все нормально, она ничего не шатается. Я ее знаю, хотя она дорого стоила, где-то 20 литров, это где-то 8 евро. На тот момент это дорого было, почти как велосипед, где-то четвертая часть велосипеда. Ну, теперь я знаю, как можно было бы по-другому сделать без никакой кассеты. Я там такое видео посмотрел. Просто нужно было эти подшипники взять жидкой смазкой, смазать, выбрать те оба, да, для подшипников каких-то засунулись. Там бы они очень хорошо крутились и держались. Но все равно там может быть лучше, зато грязь попадала. С кассетой она не будет попадаться, но с кассетой побольше вес. Еще сзади проблемка такая есть, что когда переставил тормоз, немножко он съехал, чтобы как бы был больше хода, то не хватало хода. Он как бы не хочет этот пронжинить, потому что там идет голый тросик. Вот, и он как бы за эту сумку, видимо, как-то цепляется. Хотя он раньше там не особо хорошо проходил, но раньше отходил все-таки более-менее нормально. Тоже можно было бы его укрыть. Я вот думаю... Вместе этот тросик вот нужно ему как бы надеть так называемую, насколько я понял, эта рубашка называется, вот этот черный провод. Его нужно на всю вот так надеть, тогда он будет скользить внутри. Можно смазать, он как бы будет хорошо скользить, тогда будет хорошо работать. Видите, теперь он не очень хорошо работает. Вот я еще его растянуть. Но я тут и то раз тренировал потом, когда дождь покапает, там поржевеет, там уже будет хуже. Отрабатывать, тормозить. Иногда я раскручивал педаль, он немножко касался, вот эти тормозы. Вот так. Ой, теперь касается. А мне теперь не касается. Теперь вот этот касается. У меня было, что немножко они касались. Теперь вроде бы растренировалась и нормально все. А ты что-то такой хитрый способ. Вот эту резинку нужно обрезать. Раньше она мешала тормозить. И было очень трудно тормозить, тяжело. А потом, когда вот этого всего не было. Сумки тогда, когда отрезал эту резинку и так легко начало тормозить. Не нужно было там прикладывать на руль вот эту кучу усилий, чтобы затормозить его. Потому что упиралась она, пронжинка упиралась об эту вот. И она очень тогда сложно было тормозить. Так. 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 Так.